Привет, дорогие друзья! С вами снова Юрий Пузыревский, и в этом коротком видео мы разберемся с такими понятиями, как гипноз и транс. Что такое транс? Транс – это состояние, состояние нашего сознания, когда все наше внимание, оно направлено вовнутрь, вглубь себя, скажем так. И в этом состоянии мы не критично относимся к тому, что окружает нас. Транс – это когда наше подсознание открыто, когда мы можем принимать какие-то команды и, сами не осознавая этого, выполнять эти команды. Так вот, транс, я повторюсь, это когда наше внимание направлено вглубь себя. И есть три вида транса. Повседневный транс. Вы все испытывали этот транс. Сейчас я приведу несколько примеров. Первый пример – это когда вы читаете книгу, и вдруг вы в какой-то момент осознаете, что ваши глаза продолжают бегать по строчкам, но вы не улавливаете ту информацию, которая там написана, а вы находитесь где-то в глубине себя. Это повседневный транс. Если вы вдруг ловили себя на такой мысли, даже не на мысли, а на таком поступке ловили себя, что вы где-то вдруг замечтались и прозевали остановку, да, или вдруг спонтанно там вскочили и выскочили, потому что вот чуть не проехали. Это тоже повседневный транс. И считается, что каждый человек, собирая информацию, где-то в среднем раз в полтора часа погружается в транс для того, чтобы наша, та информация, которую мы получили, она структурировалась. Следующий – это углубленный транс. Углубленный транс – это когда вот это состояние, наше состояние мечтательности, вот это состояние, когда мы направлены в глубь себя, усиливается с помощью другого человека. То есть один человек другому помогает погрузиться в транс. То есть, ну как это сказать, с помощью слов, с помощью каких-то определенных действий. Один помогает другому погрузиться в транс. И вот этот углубленный транс другим человеком – это и называется гипнозом. То есть один человек другому помогает погрузиться в транс. Вот и весь гипноз на самом деле, друзья. Есть еще третий вид транса. Он называется сомнамбулический транс. Это когда человек выглядит как человек, не находящийся в трансе, но на самом деле он ничего не помнит. Так называемый лунатизм. Это очень глубокий вид транса, но мы его касаться не будем. Просто чтобы вы знали, что он существует. И как же понять, что человек находится в трансе? Есть несколько характерных внешних признаков транса. Первый признак – это неподвижность тела. Если вы вдруг замечаете, что кто-то общается с вами, и его тело замерло, и он неподвижен, вот как сейчас я, например, то, скорее всего, он находится в трансе. Глубина транса не имеет значения, но если человек замер и не двигается, то очень большая вероятность того, что человек находится в трансе. Следующее. Расслабление мышц, в том числе мышц лица. Когда человек погружается в транс, его мышцы расслабляются. Особенно на лице это очень хорошо видно, потому что кожа лица, она как бы немножко разглаживается. Я даже здесь пометил такая маскообразность, да, что у человека как бы лицо может быть даже становится в какой-то момент как будто бы неестественным. Вот это тоже признак транса. Следующий – это фиксированный взгляд. Фиксированный взгляд, как правило, человек будет смотреть куда-то в одну точку, причем этот фиксированный взгляд, он расфокусирован. То есть, и вы наверняка замечали такие взгляды, когда человек такое ощущение, что он в принципе смотрит на вас, но он смотрит куда-то глубже вас. И вот это тоже признак транса. Следующий признак транса, который вы можете замечать – это замедленное дыхание. Как правило, когда человек погружается в транс, его организм замедляется, и его дыхание становится более плавным, более медленным, и оно больше передвигается в живот. И это нормально. Мы уже, я повторюсь, человек минимум раз в полтора часа, а бывает еще и чаще, погружается в транс. Следующее – это замедление, либо полное отсутствие сглатывания. Тоже такой характерный признак транса, потому что все процессы во время транса, они замедляются. Если человек долго не сглатывает слюну, то, скорее всего, он находится в трансе. Во время транса бывает сглатывание, но оно такое, знаете, такое вот тяжеловатое. Такое тяжеловатое, медленно, медленно. Хорошо. Есть еще один признак транса – это мышечные подергивания. Это едва такие заметные движения, их еще называют спонтанные идиомоторные реакции. И большинство из вас, практически все, через это проходили. Вот, возможно, вы знаете такое состояние, когда мы засыпаем, или когда мы просыпаемся, мы видим там какие-то картинки, либо не видим никаких картинок. И вот это вот подергивание перед сном, либо уже после сна. Вот эти вот наши резкие движения. И, ну, они могут быть не такие явные, ну, допустим, человек во время транса, может, у него, может, там, пальчик немножко дергаться, там. Может, знаете, обычно еще, когда нога за ногу, нога может так случайно, оп, что-то дернуться. Это вот про это, это спонтанные идиомоторные реакции. И есть еще один признак транса, когда человек находится с закрытыми глазами, если вы работаете как специалист. Это дрожание ресниц. Это вот такие вот мелкие подрагивания ресниц. Их подделать практически невозможно. Но когда человек с закрытыми глазами, и у него вот так вот очень сильно дрожат ресницы, я не могу вам это продемонстрировать, к сожалению. То это тоже, ну, вы замечали это однозначно. Это тоже признак транса. Для чего нам знать признаки транса? Ну, во-первых, если вы замечаете признаки транса, чтобы вообще, в принципе, определить, что человек в трансе, да? Если человек находится в трансе, что это значит? Это значит, что он, в принципе, открыт, в принципе, открыт для получения какой-то команды. Но с командами нужно быть аккуратным. Есть такие команды, которые человека выбьют из этого транса. Про команды, про внушения сниму отдельное видео. Если это видео будете комментировать, друзья. На этом, в принципе, сегодня все. Большое спасибо за просмотр. Напишите, насколько вам интересно углубляться в тему гипноза и транса. Обязательно делитесь этими видео со своими друзьями. Подписывайтесь на канал. И хотелось бы больше интерактива. Пожалуйста, пишите комментарии. Это очень важно, потому что благодаря вашим комментариям рождаются новые видеозаписи. Ну, а на этом у меня сегодня все. С вами был Юрий Пузыревский. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok